Утренняя молитва, новогодняя утренняя молитва. Новогодняя утренняя молитва. Звучит красиво очень. Доброе утро, Дагацены Братвишда. Шалом, Валентина, Светлана, Светлана. Приветствую вас, сестры дорогие, приветствую братья, сестры, кто подключился уже сейчас, кто подключается, приветствую всех во имя Господа Иисуса Христа. Сегодня 14 сентября 2018 года. Сегодня новогодняя молитва такая у нас. Сегодня не только, как принято говорить, еврейский Новый год, но сегодня и православный Новый год. Будем так говорить. Потому что 14 сентября по новому стилю, это 1 сентября по старому стилю, получается, да. Вчера вечером и сегодня утром, значит, по всем храмам, по всей Руси, будем договорить, читаются молитвы. Молитвы новогодние. Начало индикта. Сиречного лета. Новогодние молитвы читаются. Многие священники, правда, не понимают, откуда у нас такая традиция вообще. Я общаюсь с разными священниками православными. Здесь и Киевском патриархате, и Московском патриархате, и Автекефальной церкви, и Апостольской православной церкви, и Истинной православной церкви, и Старобрядческой православной церкви, и Новобрядческих, разных очень. Знаете ли, и большинство священников, с кем я общался, молодых, даже и старых людей, но мало имеют вообще представления, откуда у нас подобная традиция вообще. Откуда у нас все это. Почему с гражданским Новым годом понятно все. Вот, значит, у нас 1 января в календаре. Вот, значит, а почему с церковным Новым годом все как-то так вот странно для многих людей. Церковный Новый год сейчас, в сентябре. Ну, по новому стилю в середине сентября получается. Да, 13-14 сентября. Читаются новогодние молитвы. Я уже говорил как-то, что, значит, есть цикл суточный богослужений. Тоже многие священники, к сожалению, даже не знают, православные, я имею в виду священники, даже не знают, откуда у нас такая традиция. Она взята из Израиля, она взята с Иерусалима, она взята с народа Божьего, она взята с Библии, в конце концов. Значит, традиция с вечера до вечера. В протестантском мире, в католическом там проще все. Там как бы по солнечному календарю утро, вот вечер, день как бы один прошел. Вот, значит, православная традиция восточной с вечера до вечера. То есть вчера вечером уже читались пятничные молитвы и уже, значит, новогодние молитвы. Ну, там это уже другое дело. Вот, значит, сегодня вечером, допустим, будут читаться субботние молитвы в православных храмах уже. Вот, и дальше. Вот, с вечера до вечера идет такой субличный цикл богослужений в православной традиции, которая взята с библейского иудаизма, я поясняю сразу. Вот, недельный цикл богослужений тоже с этим, как бы так, у нас в православии особенность такая. Независимо от старобрядческого, новобрядческого толка, какого, значит, православия, неважно. Каноническое, неканоническое, там, второканоническое, там и прочее. Разное. О православии есть разных направлений, но в таком иногветвистом древе христианства есть и православные ветви. Ну, к сожалению, по большей части наши православные ветви, они такие полузасохшие, засохшие, отломившиеся, надломившиеся, там, вот, к сожалению, вот так вот, не являемся мы по сей день, к сожалению, пока, пока украшением древа Христова. Больше украшают древа Христова наши братья, вот, протестанты, католики, они, да, вот, зеленеют, как правило, хотя тоже много отломившиеся, ну, это независимо от конфессии, как бы, Бог-то смотрит на сердца человеческие. Но в целом, по большому счету, вот, православие мировое, если брать, вот, как вот, множество ветвей, православных, современных, канонических, неканонических, там, второканонических, я говорю, старых, старобрядцев, старого обряда, нового обряда, дохалкидонских, там, значит, древнеправославных, всех-всех-всех. Восточных православных взять, в целом, по большому счету, признаваемых, непризнаваемых друг другом, там, прочее, вот, то, большей частью, к сожалению, являемся такими полумертвыми, полуживыми, такими ветвями. По сравнению с протестантским миром, пышно цветущим, переживающим большое пробуждение сейчас в мире, по сравнению с католическим миром, переживающим сейчас огромное такое духовное пробуждение, у нас в православии просто-напросто смерть царствует, к сожалению. И, значит, но молюсь о том, чтобы жизнь царствовала, чтобы Иисус Христос, Он есть воскресенье и жизнь. И вот сегодняшняя молитва моя об этом как раз. Вот. И недельный цикл богослужения. У нас много православия, много иудейского, у нас много очень библейской иудейской традиции. Вот. Недельный цикл богослужения тоже самое. В церквях протестантских, допустим, католических, там с понедельника до воскресенья. Все понятно, потому что гражданский цикл такой же абсолютно, недельный цикл, значит, календарей, в любом переходе есть кубик календарь, везде с понедельника до воскресенья цикл недельный. Вот. Значит, и, но у нас православие, первый день недели церковного цикла, недельного цикла богослужений, это воскресенье. А последний завершающий, это суббота. И многие, как бы, не понимают, в чем здесь дело. В гражданском календаре по-другому, а у нас в церковном календаре вот так вот. Вот. Это взято с библейского иудаизма. Это недельный цикл богослужений. А есть еще годичный цикл богослужений. Да, и он начинается не как у протестантов, допустим, и, значит, и у католиков с января, вот как обычно, да, вот печатают календари там церковные с января до января, получается, да. Значит, гражданский Новый год совпадает с этим. Все понятно здесь, чин по чину. У нас не так, как у людей. В православии у нас действительно у нас так, как и у иудеев, как в библейском иудаизме было тоже всегда. Вот. У нас с сентября до сентября получается цикл богослужений. Вот сегодня Новый год. Сегодня читаются по всем храмам новогодние молитвы. Ну, должны, по крайней мере, читаться по канонам, по правилам православной восточной церкви. Вчера вечером должны читаться, и сегодня утром читаться начало индикта сегодняшнего нового лета. Вот. Слава Богу. Благоставляю вас, дорогие друзья. Сейчас я посмотрю, где у нас здесь новогодние молитвы. И, с одной стороны, много с библейского иудаизма традиций сохраняется в православии, с другой стороны, и являемся мы православными, я имею ввиду, в целом, я не говорю за частности, я, допустим, свободен от антисемитизма, но, в целом, наша система православная, восточная, это очень жесткая антисемитская система. Из-за теории замещения, нераскаянные еще теории в этом, не было покаяния, общеправославная, я имею ввиду, в год. Даже Вселенский собор пару лет назад, вроде бы, на предсоборных совещаниях говорили об этом, но на соборе, к сожалению, так ничего и не сказано было. Жалко, конечно. Ладно. Так, сейчас посмотрим. Церковное новолетие, начало индикта, лето господнее благоприятное. Да, здесь видео есть. Тропарь индикту. Ну, здесь тоже, здесь, в этих молитвах, к сожалению, много такого, ну, небиблейского. Ну, благодарности к Богу, да, в общем-то, то, что возносится, это хорошо. Ну, остальное, благодарные, сущие, там, да, дальше, недостойные раби твои, ну, ой, рабской любовью вопием тебе. Ну, как бы, опять, опять, опять рабство, опять не то, не из той оперы совсем. Вообще, я уже давно уже не молюсь по молитвеннику, по каноннику, по акафисту, по такому традиционному православному. Если акафисты и читаю, то уже в современном переводе и уже сам редактирую эти акафисты. Вот, мой любимый акафист, допустим, Иисусу Сладчайшему я редактировал сам лично, вот, значит, потому что там очень много было ненужного совершенно вообще, даже антибиблейского такого. Вот, но сама, сама, как бы, сам костяк, вот, на самом деле, вот, очень замечательное. Само основание самого такого очень замечательное. Вот, и реформация в этом и заключается, собственно, в отличие от деформации. Реформация – это восстановление, это возрождение, это восстановление, на самом деле. Слава Богу. Я хочу прочесть Слово Божье, друзья, в этом эфире, сейчас, прямом, значит, с утренней молитвы, прочесть из Исаии, 40-ая глава. Я прочту эту главу, сейчас 40-ую. Я даже, как бы, обозначил картинкой, картинкой сделал, вот, для этой трансляции на YouTube, именно, как раз, из 40-ой главы, только я сделал, взял последний стих самый, как раз, там, с картинкой очень красиво было с Орлом, вот, значит, я, в общем, поместил этот 31-й стих. Но хочу прочесть сейчас все эти стихи, всю эту главу. Послушайте, друзья. Исаия, 40-ая глава, можете это посмотреть у себя в Библии тоже, вот, в разных переводах, очень мне нравится сравнивать это в разных переводах, но я читаюсь сейчас в синодальном переводе, в котором пользуется большинство русскоязычных и русско понимающих христиан. «Утешайте», пишет здесь Исаия, пророчествует, Бог говорит через него, «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправдой его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господни принял вдвое за все грехи свои. Глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте пусть в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть, спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит, «Возвещай», и сказал, «Что мне возвещать?» Всякая плоть, трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхая трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава, трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего прибудет вечно. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам иудинам, Вот Бог ваш! Вот Господь Бог грядет силою, и мышцы его со властью, вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своею, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы. Кто уразумел дух Господа, и был советником у него, и учил его, с кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости. Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он, и ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества, и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом, и приделывает серебряной цепочке. А кто беден, для такого приношения выбирает негниющее дерево, приискивает в себе искусственного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер, для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым, судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, говорит святый? Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их с чётом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. «Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Исраиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он даёт утомлённому силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Аминь. Ещё раз, вот этот 31 стих прочту. «А надеющиеся на Господа». Там в буквальном тексте еврейском, библейском говорится, с верой ожидающей, в молитве ожидающей пред Богом, как бы в молитвенном состоянии ожидающей пред Творцом, ожидающей пред Ним. Обновляются в силах, поднимают крылья, как орлы, текут и не устанут, пойдут, идут и не утомляются. Аллилуйя. «Спасибо Тебе, Господь!» «Боже, благословен Ты, Царь наш!» «Благословен Бог наш!» «Всегда, ныне, призна, во веки веков!» «Благословен Ты, Господь, Бог всемогущий!» «Благодарю Тебя, Господь!» «Надеющиеся на Тебя, молитвы на предстоящие пред Тобою, ожидающие от Тебя, Господь, Боже, милости Твои обновляются в силах, и я ныне надеюсь на Тебя и уповаю на Тебя, Господь, ожидаю от Тебя, Господь, в молитве сегодня, Боже, и обновляюсь в силах, Господь Боже, поднимаю крылья свои, как орел, Господь!» «Боже, мы поднимаем крылья, как орлы! Мы идем и не устаем! Боже, это удивительно! Боже, удивительно! Этот вечный двигатель, о котором человечество мечтает, Боже, он в Тебе, Господь Наш вечный двигатель, вечное движение, вечная радость, вечная жизнь, Господь Это в Тебе, Господь, Боже В Тебе вечное обновление, постоянная жизнь, Господь Потому что имя Твое, одно из Твоих имен, это жизнь Ты есть воскресение и Ты есть жизнь Слава Тебе, Господь Благословен Ты Бог наш, Царь Вселенной Благодарю Тебя тем утром, Господь Божий И благоставляю великое имя Твое Милость Твоя обновилась к народу Твоему, Боже, благослови детей Своих миром, благослови сегодня весь народ свой, Боже, благослови всех любящих Тебя, Тебя боящихся, Господь, Боже, и в этом городе, в этой стране, и по всей нашей необъятной планете, Господь, Боже. Потому что все народы пред Тобою, как капля из ведра написано здесь, как прах, ничто, Боже великий, но Ты, Господь, так возлюбил мир, что отдал Сына Своего единородного, отдал душу Свою за нас, положил душу Свою за нас, и, Господь, Боже, кровушку за нас Свою пролил, Господь, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую, слава Тебе, Господь. Боже, благословен Тебя наш, благодарю Тебя за Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа моего, Спасителя моего, благодарю Тебя, Господь, Боже, за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую, слава Тебе, Господь, Боже, благослови, Господь. Господь возвещает все точно на Сионе, что вместо пепла дается украшение, аминь, Валентина, да, аминь, 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 аминь. Эти пророчества тоже часто вспоминаю в последние дни эти. Вот Бог действительно украшает и украшение вместо пепла. Спасибо Тебе, Господи, спасибо за все. Боже, благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господи, спасибо за верность и отцовскую любовь, За то, что Ты, единственного Сына, пролил святую праведную кровь. За то, что Ты, единственного Сына, пролил святую праведную кровь. Он был гоним для нашего спасенья, Был беден, дабы в нем я стал богат. Ох, Ты рады принял в нам на исцеление, За грешников был праведник распят. За грешников был праведник распят. Видел глаз людской и слышали груши, Как страдала невинная плоть, Чтобы знали все грешные души, То, как сильно всех нас любит Господь. Чтобы знали на свете все люди, Как нас сильно всех любит Господь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Царь наш, Бог наш, Владыка, благословен Ты, Царь наш. В эти дни трепета, Боже, я благоставляю великое имя Твое, Боже, Боже, в эти дни, Боже, этого любовного трепета, Боже, этого трепета в благоговении, Господь, при Тобое, Боже, Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое, Господь, И призываю кровь Сына Твоего, Иисуса Христа, Боже, это действительно великое чудо, спасение. Пусть Господь через эту блаженную Твою жертву, Благословенную жертву, Твою святую любовь, Обретут жизнь вечную миллионы и миллионы людей, Господь, И здесь, в Боже, и по всему лицу земли, Во имя Иисуса Христа. Допознаю Тебя, единого истинного Бога, И Тобой посланного Иисуса Христа. Спасибо Тебя, Господь, Духом Святым, Допознаю Тебя, Боже, Слава Тебя, Господь, Аминь. Братья и сестры, Сейчас совершим хлебоприловление, причастие, Евхаристию. Возьмите себе, Так, здесь чаша. Я вчера тоже, уже ночью, уже ночью, Потом водой совершал причастие, Вот, сейчас у меня сок. Будет, как шаббат, он будет еще взять соку. Вот, налейте себе соку, Если у вас есть сейчас сок виноградный, Если нет, какой есть сок, Или компот даже, бротейн, наливал. Вот, или просто воды даже. Лучше даже просто воды, Если нет виноградного сока, Просто воды налейте. Вот, и совершил причастие, Евхаристию. И возьмите хлеба, какой есть. У меня еще, вот, остатки того лаваша. Или как он называется, не лаваш, Он как-то по-другому называется, вот хлеб. Восточный, такой азиатский хлеб. Вот. Здесь вот на рынке лесовом покупаем Подобный хлеб. Вот. Очень вкусный хлеб, кстати. Они мне объяснили, Здесь вот таджики, узбеки работают, И у них там дыр такой, Прям в печи, прям при тебе выпекают. И они объяснили, что именно вот подобное, Там у них разные есть лаваши, Разные есть хлебы, видите. Вот, есть там дрожжевое. Мне объяснили, а вот это, Это бездрожжевое. Дрожжи не добавляем, Еще прям замешиваем, приобретели, Замешивают они. Вот, бац, бац, туда, значит, И лепят там, значит, и обжигают, Ну, выпекают все это. Вот, интересно очень. Вот, они объяснили, что просто замешиваем, И вот, Обсыпают они, да. В церкви мы чаще всего причастие совершаем мацой. Просто мацан. Обычная израильская мацан. На пессах закупаем ее, И на целых двух хватает. Вот, и совершаем причастие. А так, в дороге я совершаю, Вот, как вот получится уже, Обычно тоже беру воды. Просто беру воды. Вот. И, значит, хлеба, В случае хлеба какого-то возьму. И совершаю причастие. Молюсь. И верю, что это хлебопривомление. Потому что причастие совершается Не просто ртом. То, что входит в нас, Оно не может нас осквернить. Вот. Отдалить от Бога. Оно не может нас и осветить. Соответственно, тоже. То, что входит в нас, Оно выходит, и все. Чем очищается всякая пища, написано. Да. В этой земном бытии так оно и есть. Но причастие наше совершается И в Харистии. В первую очередь здесь и здесь. Наше умное понимание, Умом наше понимание, Согласие, Что Иисус есть Господь. Он есть Царь Вселенной. И приглашение в сердце. И здесь. Потому что Иисус Христос, Господь мой, Спаситель мой. И это не просто моя умная вера. Это моя сердечная вера. Я принял его в свое сердце. И я принимаю его паки и паки. Снова и снова. Глубже и глубже. У меня бездна внутри. И он есть бездна. Милосердие, любви. И нам есть Не только в течение этой жизни земной, Как познавать друг друга, Узнавать что-то новое. Каждый день, ежечасно. Ежедневно. Ежегодно. И всей жизни не хватит. И вечности не хватит. Вся вечность нас впереди. Когда уже ничто не отлучит нас уже. Когда уже смерти не будет. Когда уже Времени не будет. Временное измерение. Это запущенное Богом. Творение Его. Написано же. Творение Его. Все. Вот. И время однажды. Времени не будет уже. Это будет вечность. Нам и вечности мало будет. Вечно познавать друг друга. Сейчас мы в теле. Да. В этом Временном. Остранены от Господа. Ибо мы ходим верою, а не виденьем. Но. Это удивительно. Когда мы живем верою. Праведной верою жив. Будет. Спасибо тебе Господь. И сегодня мы верою совершаем это причастие. Да все, что мы совершаем в жизни. Это верой совершаем. Действительно. И доверие Богу. Его Слову. И мы знаем, что Его Слово. Это не просто даже записанное в Библии. Это не просто даже вдохновленное. Вдохновение. Нет. Это не только Дух Святой. Это. Это личность. Иисуса Христа. Явившийся. Этот мир. Два тысячи лет назад. И сегодня, совершая причастие, вообще каждый раз совершая причастие, провозглашаем победу Господа. Смерть Господне возвещаем. Наколь он придет. Спасибо тебе Господь. Благодарю Тебя. Кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, я спасен, исцелен, благоставлен всеми благословениями небес. Благодарю Тебя за тело Твое и кровь Твою святые. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Благословен Господь, Бог всемогущий, отныне и вовек. Спасибо тебе Господь. Благословен народ своим миром. Тело Христово примите, братья и сестры, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе Господь, спасибо тебе. Боже всемогущий, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную. Спасибо. Спасибо. Спасибо Иисусу за жизнь. Спасибо Иисусу за исцеление, освобождение. Спасибо Иисусу за жизнь. Иисусу за жизнь. Спасибо. 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 . Спасибо. . . . Спасибо. 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 . . Спасибо. . . . Спасибо. . 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